Дорогая редакция, я к вам обращаюсь не от хорошей жизни. На протяжении шесть лет председатель кооператива ПКРЛ «Маяк» поселок Рыбачий преследует меня и мою семью со всякими неприятными требованиями. У меня сгорел дом. Пепелище непредсказуемое, то есть страшное. Не могу даже сказать и выразить, что творится в моем сердце и у других людей, которые тоже сгорели, пять человек. Сгорела батюшка из Сергея Фасада, полностью два дома у них сгорели. И остальные жители Воронежа, которые проживают. Если это надо подтвердить, они также обратятся и придут с той же просьбой, что обратите внимание на наши обращения. Куда ни обращаемся, нигде нас не слышат. Не в судах, так как у нас работала в департаменте земельных отношений около Спартака. Ей все доступно. И в суд у нее открыты двери свободны. И решение вопросов там у нее никогда ты не решишь честные и правильные вопросы. Если ее не устраивает, она все решит. Пожалуйста, обратите внимание, что дома сгорели, чтобы как-то разобраться с этой ситуацией. У нас подозрение, что не без участия. Это произошло. Экспертиза МЧС приезжала. Значит, исследовали все. Взяли на исследование везде, как они там, что делают. Я не знаю, мне это не нужно. И через месяц отзвонился мне, кто проводил экспертизу, и сказал, что поджог подтвердился. Ваши документы я передаю в МВД для дальнейшего разбирательства, чтобы вам как-то помогли. Но прошло уже больше месяца, но ВОЗ поныне там. Никто нас не приглашает, не опрашивает, какие у нас убытки, что мы потерпели. Прошу обратить на это внимание. Уважаемый Александр Викторович, извините, пожалуйста, что я к вам обращаюсь, но я вынуждена к вам обратиться, потому что бывший сотрудник ваш в департаменте земельных отношений, выбравший у нас председателем кооператива, устроил такое в кооперативе беспредел, что все плачут и боятся ее, боятся ее. Она всех запугала полиции, полиция ее поддерживает, а все окружающие просто-напросто должны молчать. Вот так она и в суде заявляет. Вы рот не открывайте, вот что я скажу, то и будет. Прошу вас, помогите разобраться с бывшим вашим сотрудником. Прошу вас, помогите разобраться с бывшим.